Redis является чемпионом среди СУБД по скорости доступа к данным. Это обеспечивается за счет того, что база данных целиком хранится в оперативной памяти. То есть нет никакой необходимости считывать что-то с диска во время работы этой СУБД. Однако, естественно, есть и некоторые ограничения. То есть в случае, если у нас произошел какой-то сбой на узле Redis, то все, что было в оперативной памяти, скорее всего, пропадет. Поэтому Redis скидывает периодически слепки своих изменений на жесткий диск, при этом не прерывая операции, связанные с обновлением и чтением данных. Благодаря отличной работе с оперативной памятью, Redis позволяет выполнять до 100 000 операций в секунду для одного узла. При этом это решение также масштабируется, поскольку Redis может быть использован для распределенной базы данных. И таким образом можно иметь достаточно много узлов, каждый из которых будет выполнять вот такое количество операций. Управляется Redis большим набором простых команд. Большинство из этих команд являются атомарными, например, обновить какую-то строчку, поменять ее, инкрементировать какое-то значение. И также многие команды распределены по типам данных. То есть Redis содержит в себе несколько типов данных, и для каждого типа данных есть свой набор команд. В частности, например, достать какой-то элемент из списка или множества, это фактически одна и та же команда, просто с некоторым префиксом. То есть lpop достать из списка и spop достать из множества, из set. И что также важно помнить для Redis и в целом для subd типа ключ-значения, это то, что все команды должны содержать обязательно ключ. Мы не можем обратиться к чему-то, что находится в данных. Мы можем только по ключу получить набор данных. А дальше уже, как эти данные отформатированы, это мы можем решить в своем каком-то приложении или дополнительном запросе. Вместо таблиц и баз данных, Redis оперирует понятиями набора данных. Набор данных – это фактически таблица, которая содержит некоторые уникальные ключи. Ключом в Redis является некоторая уникальная строка. И можно достаточно много вариантов предложить того, как эта строка будет формироваться. В частности, как рассматривался ранее пример, используя для файловых систем, можно эту строчку использовать как путь к конкретному кому-то файлу или директории. Redis поддерживает пять типов данных. И также некоторые типы данных являются, так сказать, составными. Например, строки. В строках содержится, на самом деле, любое скалярное значение. Например, в них может содержаться число. И в том числе в Redis есть несколько операций, которые позволяют выполнить арифметические действия над этими числами. Например, инкрементировать, что очень удобно, например, для использования строк в качестве счетчиков. А ключи в данном случае будут являться некоторыми, например, адресами страниц, если говорить о счетчике для веб-сайта. Тип данных хэш позволяет хранить внутри значения хэш-таблицу. Конечно, мы не сможем обращаться к ключам этой хэш-таблицы без ключа к самому значению. Однако, фактически, да, это получается k-value хранилище внутри k-value хранилища. Также внутри значений может быть список. Списки аналогичны фактически тем же самым спискам, которые есть и в Python, и в других языках программирования. Но самое полезное среди них — это операции, которые также удобны именно для работы со списками. То есть добавление элементов, убрать элемент и аналогичные другие операции. Множество — это списки, в которых у нас есть только уникальные значения. То есть аналог типа данных set в Python. И здесь важно то, что мы можем выполнять операции с множествами, которые позволяют находить пересечения или объединения множеств. То есть те же аналогичные операции, которые есть и в типе set в языке Python. И помимо этого есть также упорядоченные множества, которые позволяют оперировать уникальными значениями, при этом их каким-либо образом ранжируя. Это достаточно удобно в случае, если мы будем хранить, например, новости на главной странице, при этом обновляя этот список, и попутно мы сможем ранжировать эти новости по, например, дате или по популярности. Продолжение следует...